Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос, который часто задают нам разные сектанты. «Является ли неверным называть кого-либо своим отцом или учителем?» Мы будем отталкиваться от текста Евангелия от Матфея, 23 глава, с 8 по 10 стих. Я прочитаю этот отрывок. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах». Казалось бы, все лаконично и ясно. На самом деле в Священном Писании говорится, во-первых, о том, что мы должны почитать отца и мать. И Христос повторяет слова этой заповеди, когда к нему пришел неблагоразумный юноша и произносит это слово «Отец». С другой стороны, в Библии отцом называется духовный наставник, отец. Отец именно духовный. Это мы видим и в Ветхом и Новом Завете. Например, 4 книга «Царств», 2 глава, 12 стих. «Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его более, то есть пророка Илью, и схватил он, то есть Елисей, одежды свои и разодрал их на две части». Вот в этом тексте, 4 царство, 2 глава, 12, мы видим, как Елисей, духовным руководителем которого был пророк Илья, он называет Илью отцом. И первое послание Коринфянам, 4, 15, первоверховный апостол Павел пишет. «Ибо хотя у вас тысяча наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествование». Действительно, это так. И в то же время в посланиях Павла мы находим информацию о том, что немногие делаете с учителями, и о том, что иных Господь Духом Святым поставил в церкви учителями, пророками, наставниками и так далее. А очень поможет нам понять суть этого вопроса и первое послание к Тимофею, 1 глава, 1 и 2 стих. Это послание апостола Павла. Он пишет. «Павел, апостол Иисус Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере. Благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего». Здесь мы видим, что Тимофей по отношению к Павлу был истинный сын веры. Значит, Павел по отношению к нему был духовным отцом, как в 1 Коринфянам 4.15. Он и говорит, «Немного отцов я родил благовествование своим». Но все же мы должны разобраться, почему же Христос говорит, «Никого не называйте учителем, никого не называйте отцом». В каком смысле? В том смысле, как Бог Христос является учителем всех христиан, ни один человек не может претендовать на такое же учительство всех верующих в Иисуса Христа. Как Бог есть Отец, Творец, создавший все, а никакой человек не может претендовать на то, что он всеобщий отец всего рода человеческого. А в частном порядке у нас есть плотские отцы, мы их так и называем, отец. У нас есть духовные наставники, духовные отцы, мы их так и называем. У нас есть и учителя, и наставники, все то, что мы находим в Священном Писании. Поэтому никакого противоречия здесь нет. Просто надо сопоставлять один текст Священного Писания с другими текстами Священного Писания, так, чтобы избежать искусственного противоречия. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok